Самое мое, наверное, любимое это документы на тур. Как правило, документы на тур вам обязаны предоставить не позднее, чем за сутки до вылета. Но это как правило, да, есть исключения. Исключения составляют такие моменты, когда вы бронировались там, ну, впритык, да, и у вас документы могут уйти уже в аэропорт. Вот, например, вы бронируетесь на завтра, сегодня нужно вас забронировать, дождаться подтверждения, да, оплатить тур, и документы будут выписываться. В аэропорту есть стойки всех туроператоров, они там приходят, девочки с утра привозят там документы, ну, и мальчики, и выдают вам эти документы. Здесь, пожалуйста, тоже не обижайтесь, если вы бронируетесь прям вот-вот-вот завтра в вылет, да, это нормальная ситуация, не бойтесь получать эти документы в аэропорту. Вы в любом случае, даже если вы их не получите, ну, за исключением паспорта с визой, да, если вам там паспорт привозят в аэропорт, все остальные документы запомните, сейчас электронные. Что это значит? Это значит, что вы есть в базе везде в любом случае. Вы есть в базе туроператора, вы есть в списках на рейс у авиакомпаний, вы есть в компьютере там в своей базе в гостинице, чтобы приедть. Поэтому, если вы вдруг их там потеряете, не паникуйте, да, ваши данные паспортные, они есть везде, все прекрасно знают о том, что вы полетите, прилетите, что вас надо встретить. Но, если они вам нужны, например, там для регистрации на рейс, это нормально, что авиакомпании, очень большой поток, выписывают билеты за сутки, да, или там, ну, я не знаю, в основном, очень легко вам выдать там ваучеры, страховки, они потому что там оплатили тур, оплатили гостиницу, да, вам, пожалуйста, выписали. С билетами немножко другая ситуация. Билеты выписываются позже, потому что сначала выкупается только какое-то конкретное количество мест, да, на перелете и оплачивается. И уже за сутки, за двое до вылета оператор должен быть уверен, что полетят точно вот это, конкретно вот эти люди. И поэтому оператор подает списки, да, окончательные уже от тех, кто полетит в авиакомпанию, там, я не знаю, ну, там за три-четыре дня до вылета, авиакомпания это все у себя заносит, пробивает и выписывает документы. Это тоже абсолютно нормально, потому что это большой объем работы, здесь нужно уже, ну, подавать только те списки людей, которые прям точно полетят, чтобы не нужно было их там перевыписывать, кто-то вносит данные, да, в конце, это все от этого зависит. И не требуйте, не трясите агента, потому что я не понимаю, что вы делаете, объясните мне, может, там в комментариях напишите, у вас до вылета месяц вы просите документы, что вы делаете с ними весь этот месяц. Если вы хотите быть уверенными, что вы улетите, вам документы такой гарантии никак не дают, потому что если каком-то агентстве вас нужно обмануть, они сделают эти документы и в PDF, и там, как угодно, и дадут их вам. У вас должен быть договор, основная гарантия, да, вашего путешествия, это договор с агентством, где будет печать, где будет лист бронирования, в котором прописаны ваши рейсы, ваши гостей, если вы забудете, посмотрите там, документы вам зачем, я не знаю, вы их там повесите и будете смотреть, улыбаться вместо картины, там, фотки, куда вы полетите, ну, как бы нет. С визами та же проблема. Вы можете подать документы, там, за два месяца до вылета на визу, за месяц, но их принимают не ранее, чем за месяц до вылета в основном. И в консульствах сидят люди, и они смотрят, у них очень большой объем работы, и они смотрят, да, сейчас мы сделаем те, кто там вылетает в ближайшее время, и они уже, да, посмотрят по дате вылета. Поэтому вы можете за месяц, мы можем подать за месяц ваши документы, но делать их в консульстве начнут уже ближе к дате вашего вылета. Поэтому визы, ну, тоже, как правило, выдаются там за два-три дня до вылета, я думаю, там, раньше нет смысла забирать. Виза. Виза тоже мой любимый пункт. У меня вам одна огромная просьба. Если вы подаете на визу через агентство, и агент вам говорит, что крайний срок подачи в агентство такой-то, что нужно принести конкретный список документов, и что нужно особенно, что любят делать у нас, я не знаю почему, люди, какую-то конкретную фотографию, пожалуйста, слушайтесь. Я реально видела, я сама, когда напрямую подавала на визу, да, шенген, да, это касается, например, я видела, как при мне в посольстве прям людей пачками разворачивали и говорили, у вас старая фотография. Почему так происходит? Потому что на визу, как правило, нужна свежая фотография, сделанная не позднее, там, полугода, да, вот, до вашего, ну, до вашего вылета. И они открывают, если у вас там лежат старые фотографии из прошлого виза, который был год назад, не нужно их приносить, пожалуйста, не нужно приносить, там, я не знаю, какие-то сумасшедшие фоны, что сфоткались на фоне своей стены, тоже там, светлый фон, но это вам все скажет, а нет. Если вам говорят, что нужна такая-то справка, в ней должно быть написано то-то и то-то, должны быть все копии, пожалуйста, приносите их в срок. Не надо торговаться, фотография стоит, там, я не знаю, 100-200 рублей, это не так сложно сделать, это гораздо лучше, я думаю, заплатить за фотографию, чем потом не улететь никуда, не сделав страховку от невылета, вообще потерять деньги за тур. И еще одна просьба, не скрывайте, если у вас были, если вы где-то напортачили, там, в зоне Шенгена, у вас были какие-то штрафы, у вас были какие-то отказы по визам, пожалуйста, не скрывайте, тогда агент уже подумает, как сделать так, чтобы ваш этот отказ закрыть, потому что если вы не сделаете, опять же, ту же страховку от невылета, у вас будет отказ, потому что у вас до этого был другой отказ, денежку вам никто не вернет, это совершенно законно, поэтому здесь вы уже сами о себе немножко позаботьтесь. Так что, друзья, пожалуйста, посмотрите, мои друзья, кто меня смотрит, турист мои любимые, кто со мной летает, я надеюсь, что большинство, конечно, людей все это знают, но я надеюсь, что у вас уже будет целостная картина, да, я надеюсь, мне удалось ее создать, как состоит тур, как все это работает, как его платить, да, как его бронировать и так далее. И хочу заметить тоже важный момент, я это вам все рассказываю не на основании каких-то своих там домыслов, да, это, естественно, все закреплено законодательно, это вы можете посмотреть в законе о туристской деятельности, вы можете это посмотреть в договорах с агентством, в договорах оператора с агентством. То есть я именно опираюсь на какие-то нормы и правила, которые приняты и которые действительно работают, и, наверное, здорово, что туризм это та сфера, где действительно у нас хорошо работает законодательство, просто знайте эти правила, и, я думаю, никаких проблем с турами у вас никогда не возникнет. До новых встреч, друзья, надеюсь, в следующий раз мы все-таки сможем болтать на мои любимые темы, это обсуждать страны, возможно, куда поехать на майские, поскольку мы сейчас уже умные и все знаем, и во всем разбираемся, так что пока-пока!